Так, у тебя пошла запись? Да, я давно включил. Первый вопрос, у тебя борода за день отрастает какая-то? Я что-то забил, в принципе, я же не знал, что ты снимать будешь. Я понял. Ну ладно. Ну да, все. Что ж. Вова, привет! Привет-привет, Дим. Привет, ребята! Мы сегодня пишем интервью с Владимиром. Это Вова, разработчик вообще из Санкт-Петербурга, но сейчас он уехал очень далеко. Очень далеко, да. Под Питером такие пальмы не растут. В общем, у нас сегодня тема, беседа про удаленную работу, про то, почему вообще программисты на зиму предпочитают уехать. Ну, не будем забегать вперед. Вова сейчас все расскажет. Вова, тебе первый вопрос. Где ты сейчас находишься? В данный момент в Индонезии, на острове, куда, собственно, ездят все удаленщики, в основном это Бали. Здесь куча других островов, но в основном предпочитают сюда. Сколько ты уже находишься в азиатской части нашего мира? Ну, это моя первая зимовка, и первый раз решил примерно на полгода. Вот. Примерно полгода. Примерно полгода. Круто. Ну, давай начнем, наверное, по порядку. Самый первый вопрос, который, наверное, меня мучает и ребят, которые смотрят. Почему ты вообще решил из Петербурга, где прекрасная зима, где световой день зимой, где у нас светло зимой в Питере, кто не знает, примерно с 10 утра до 3 часов дня, то есть 5 часов светло, потом темнее, по самые короткие дни. Почему ты решил уехать? Ну, я думаю, многие, кто в Питере жил или живет, меня поймет, потому что постоянно дождь, нет солнца, и если ты удаленчик, то ты сидишь дома, и иногда хочется, например, куда-то даже выйти, прогуляться, а выходишь, а там то же самое, то есть дома даже лучше, чем на улице. Собственно, поэтому решил, что мне надоел дождь. Ну, это такой парадокс произошел. Мне надоел дождь, и вот, решил, надо ехать в Таиланд. А в Таиланде сошлись два циклона, и там месяц потом тоже лил дождь. Но первые два месяца было достаточно солнечно. Вот, а теперь прилетели сюда. На самом деле тоже сезон дождей, но здесь это особо не чувствуется. Пару раз дождики бывают, но в основном солнечно тоже. То есть ты поехал именно жить и работать, не так, как ездят многие на две недели отдохнуть. У тебя был план другой, правильно? Да, я даже, мне кажется, за то время, за которое жил в Таиланде, посмотрел меньше, чем люди, которые приезжают отдыхать, потому что у них целый день свободен, едят постоянно. Вот, а так приходится работать, но в выходные всегда можно почувствовать себя в отпуске и приехать к океану. Там красивые места. Как вообще удается ли работать? Потому что, ну, сам понимаешь, начиная от интернета у ребят возникает вопрос. Ну и насколько это вообще реально, когда у тебя под боком море, природа, красота, сидеть и работать? Я об этом тоже, да, думал еще до отъезда, как это все будет. Но по факту оказалось, все вполне возможно, если вот считать, например, про то, удается ли работать и совмещать вот там море, да, и остальное. Дело в том, что, например, в Таиланде разница была в 4 часа с Москвой. Вот, и если вставать пораньше, то ты днем успеешь куда-то съездить, пока еще в России никто не проснулся. То есть никто не знает, что ты не работаешь? Да, да. А так как темнеет примерно в 6.30 вечера, то вечером там особо делать нечего. То есть либо в кафешки идти, но это трата денег просто и все. И поэтому все равно сидишь дома и работаешь. Вот, как раз там все проснутся и, ну, в смысле, начинаешь это днем, естественно, не ночью под конец, вот, но основная часть вот до ночи работаешь примерно часов до двух, у меня был рабочий день местного времени. Ну, потому что вебинары касаются скорости интернета, то если вы работаете с интернетом что-нибудь там запушить, скачать, посмотреть документацию и так далее, то интернет прям вот хватит везде. Например, мне нужен был стабильный интернет, и чтобы он не падал, и скорость достаточно высокая, потому что нужно видео транслировать, нужно голосом разговаривать. Ну, и с этим даже справлялся интернет. И на крайний случай, если уж совсем плохо, с местным интернетом есть 3G, вот, по которому я сейчас говорю. Просто с телефона сдаешь по модему. Это дороже, но если уж очень надо, то можно. А вообще, если готовиться заранее, к зимовке, то найти достаточно быстрый интернет даже в Индонезии, где с интернетом похуже, чем в Тае. Отлично, мы подошли к хорошей теме по поводу подготовки. То есть, как проходила твоя подготовка, что вообще нужно подготовить? Нужно готовиться только морально или еще как-то? Ну, так как я уже был в Таиланде, как просто отдыхающий, то примерно предполагал, ну, естественно, такие бытовые вещи вроде страховки, нужно уметь водить, потому что без байка никуда. Но вот если едете в Таиланд, куда-нибудь на остров Самуи, например, там очень спокойно, и там даже кто ни разу не водил машину, могут спокойно сесть. Так же и во Вьетнаме я знаю, потому что дороги не такие наполненные. Вот в Индонезии здесь уже на дорогах поплотнее, тут уже пробки. Вот, то есть желательно иметь какой-то скилл в вождении хотя бы автомобиля. Вот. А так, если я поеду в следующий раз, не буду искать удаленно, например, жилье, а все нужно искать на месте. То есть снять как-то удаленную жилье, например, на неделю, приехать и эту неделю посвятить поиску нормального жилья, потому что можно найти дешевый дом с хорошим интернетом, если этому уделять время целенаправленно. Вот у меня, так как было все спонтанно, я туда-сюда метался, вот, но все равно удавалось найти нормальный и дом, и интернет, вот. Но если этому целенаправленно, еще раз повторюсь, уделить внимание, то можно найти вообще шикарные условия. Ну, наверное, здесь стоит сказать, что ты ехал не один, ты ехал с девушкой, правильно? И у тебя были какие-то там еще знакомые. То есть вот в этом плане тоже интересно послушать. Не ощущается там ли какое-то одиночество, идет тоска по родным краям? Да, у меня были знакомые, но они в скором времени, как мы приехали, они как раз улетели в Индонезию, а мы остались в Таиланде. Но вообще там много русских различных вечеринок и прочего, где можно познакомиться с людьми. Вот. В том числе я встречал там много программистов, то есть и фронтенчиков, и бэкэнчиков. В основном, конечно, все, кто работает с вебом, вот, работают удаленно, потому что, например, я общался с одним разработчиком, который сейчас тоже занимается вебом, фронтенд-разработчик, раньше он занимался геймдевом. И говорит, что геймдев в среде не так просто работать удаленно, потому что команды. А в вебе ты можешь находиться где угодно. Он меняет работы каждый месяц. Там на одном проекте вы работал, на другом. Вот. И сейчас работает на два проекта. Утром работает на Сан-Франциско, вечером на Лондон. Или наоборот. Вот. Ну, то есть из программистов, в основном, те, кто связаны с вебом. Класс, класс. Здесь. Очень интересно. Хорошо, давай тогда двигаться дальше. Что еще хотелось бы у тебя спросить? С чем ты столкнулся? Что ты не ожидал? То есть были какие-то неожиданности, какие-то проблемы, которые пришлось решать? В плане неожиданности Азия, конечно, не дает расслабиться. Здесь спокойно, но иногда подкидывает вещички. Если вы турист, то как бы все равно, если вам работать не надо, то это просто житейские такие неприятности. Но если вам нужно работать, то немножко нервишки щекочут. Например, поехал в кафе недалеко, пошел ливень, все затопило дорогу, глохнут байки и домой добираешься 4 часа. Либо вот недавно буквально до другого острова тут плыть час где-то, ну полтора. Решили съездить на выходные, возвращаемся назад, поломался порт. И все, очередь из кораблей и 12 часов море болтаешься. Как вы это пережили, кстати, я видел в инстаграме. Да, все в принципе нормально было, просто то, что ты видишь землю, но не можешь на нее наступить. Вот так на корабле, но там еда была. А не было бы Ланя прыгнуть за борт просто и в плавь добраться. Дело в том, что почему-то индонезийцы, которые были на корабле, они очень любят свою музыку и эти клипы, видимо, были не самые новые. И они ее очень громко слушали. И вот где-то час на шестой хотелось уже в плавь поплыть, но потом договорились, чтобы они сделали хотя бы потише. А так... Понятно. Этот клип, конечно, очень крутые. Где-то годов 80-х, как в России, снимали. Хорошо. В общем, Вова, я думаю, что вопросов на самом деле много, наверное, у ребят, которые смотрят. Я предлагаю им написать какие-то вопросы. Прикольно, когда есть кто-то из ребят, кому можно спросить. Потому что многие планируют. Я знаю, я сам бы хотел вырваться наконец-то из этой серости и попробовать такой лайфстайл, тоже отрастить бороду. Что бы ты посоветовал ребятам, которые смотрят, которые, ну, допустим, уже, может быть, не первый год хотят, но никак не могут решиться? Посоветовал бы, если бы ни разу в Азии не были, то подготовиться к тому, что многое будет непривычно для европейского склада, кума, так сказать. Подготовиться к острой еде. Но вообще, на самом деле, ничего такого нет, так сказать, страшного, что ли, в переезде совсем в другой континент. Потому что ко всему быстро привыкаешь, и все это становится родным, и кажется, что так и должно быть. Азиаты живут, кажется, что это все... Ну, принимаешь просто этот образ и живешь так же. Вот. А так, посоветовал бы просто взять и сделать, взять и сделать, допустим, не покупать себе новый айфон, а потратить эти деньги на билеты. В принципе, это самое самое денежное, что нужно, это вот больше всего стоят билеты. Остальное жилье... Рассказать, сколько примерно выходит по деньгам в месяц в рублях? Я считал, выходит так же, как в России у меня траты примерно. Просто здесь, ну, в России я живу в своей квартире, а здесь приходится еще дом снимать. Вообще, если искать дом вот в Таиланде, можно найти хороший дом, где вы будете жить один, то есть у вас будет какая-то территория там, можно повесить гамак между деревьев, иногда даже может быть бассейн, примерно тысяч за 18-20 целый дом. вот. Это недалеко от океана у нас было. В общем, вот, возможно, можно найти еще дешевле, но мы нашли такой. Если жить в гестхаусе, вот сейчас в Индонезии, я живу в гестхаусе, где помимо, ну, как бы, вы снимаете комнату, и там живут в других комнатах, вот, но это, в принципе, никак не мешает, и тоже так можно жить. Тогда можно жить тысяч за 10-15. Ну, слушай, вполне нормальные расценки, я считаю. Да. И не шиковать, не ходить по кафе, да, а то на продукты выходят примерно так же. Я особо точно не считал, но примерно так же. Я посмотрел там статистику по карте примерно так же. Хорошо, Вов, спасибо. В общем, на самом деле много вопросов осталось за кадром. Я не знаю, что интересно ребятам, которые нас смотрят. Вот поэтому, ребят, пишите, пожалуйста, свои вопросы, и я думаю, что я еще раз поймаю Вову, а может быть, уже в Питере даже, потому что я знаю, что ты скоро возвращаешься, мы тебя ждем очень. Да. Вот. Ну и поделимся, наверное, деталями путешествия какими-то, вот, если вам, ребят, будет интересно. Вова, спасибо. У тебя сейчас сколько времени там? Был рад тебя повидать. Сейчас у меня полвторого. Полвторого, да, а у нас сейчас на 5 часов. 8.23. Совсем рано еще. То есть, видишь, мне приходится, чтобы тебя видеть, включить свет. У нас темно еще достаточно. Ну, так слетает. Сейчас в Питере уже постепенно возвращается день. Вот уже все лучше и лучше, уже теплеет. я могу, наконец, приходить на ранние созвоны, потому что время от Москвы на 5 часов вперед. у нас в 9.30, то есть, через час, получается, мы с командой созваниваемся, с теми, кто смог в это время прийти. Я, кстати, недавно узнал, что ребята, ну, у нас с Украины несколько человек в команде, и у них это, у них же на час раньше, то есть, у меня 9.30, а у них 8.30. Вот почему они иногда просыпают это дело. Понятно. Надо им, значит, в Индонезию переезжать. Ну да, заманчиво, конечно, спору нет. Следующая зимовка в Америку поедет. Ну, да, были бы у них куда-нибудь в Калифорнию, а не доллары, было бы вообще шикарно. В гестхаусе тоже жить. Угу. Ну, ладно, что, когда, сколько вам дней осталось там? Да, вот буквально пару дней и уже назад. Соскучились по дому? И да, и нет. Ну, то есть, хочется домой, вот, но и уезжать не хочется, я бы так сказал. А, понятно. Вот, если бы дома было так же, и океан, было бы вообще шикарно. Ну, ничего, у нас есть Финский залив, и скоро верно. Тогда Ладош это прекрасно. И Донцо, кто не был, в Питере съедите, в Донцо, там на самом деле очень голубая вода. Иногда выходишь, смотришь океаны, такой, о, как в Донцо. О-о-о. Нет, серьезно, там очень красивая вода. наше радио вставил в уши, или это, как там называется, ретро-ФМ какой-нибудь. Ладно, Лов, давай, хороших вам дней, последних там, возвращайтесь, ждем вас. Давай, пока. Пока, джин. Рад был поедаться.